Это самый масштабный тест процессоров на канале. 6 народных Ryzen, 3 поколения Zen и 2 дешевых платы на А-чипсете. Сегодня мы ответим на множество вопросов. Могут ли еще 4 ядра на M4 справляться с играми или 6 ядер это минимум? Актуальны ли Ryzen 3000? Что важно, много кэша или быстрая работа с ОЗУ? Можно ли сэкономить на материнской плате? Ну и наконец мы выберем самый выгодный процессор как для игр, так и для рабочих задач. На связи МК, тестируем доступные процессоры Ryzen. Поехали. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Вот они, все 6 подопытных. Первый четырехъядерный Ryzen 3 3100 на Zen 2. Эту архитектуру пятилетней давности AMD до сих пор считает актуальной. И младший мобильный Ryzen 7000U базируется именно на ней. Мы уже показали на примере четырехъядерного Ryzen 5 1500X, что даже такие процессоры на первом Zen все еще держатся на плаву. Но сейчас это что-то на уровне Xeon, дешево и без запаса на будущее. Поэтому поднимаемся на ступень выше. Ryzen 5 3600 и 4500. Шесть ядер на Zen 2 при 4 ГГц. Эти чипы похожи, но только внешне. 3600 – чиплетный процессор с 32 МБ кэша третьего уровня, плохо работающий с ОЗУ из-за своей структуры. А вот 4500 – это фактически 4600G с отключенной встройкой. Он имеет монолитный кристалл и поэтому отлично работает с быстрой оперативкой. Но урезан по кэшу. Всего 8 МБ третьего уровня. Что лучше? Лишние 24 МБ кэша или более быстрая память? Проверим. В Ryzen 5000 четырех ядер нет. Поэтому на архитектуре Zen 3 бороться между собой будут два шестиядерника. Ryzen 5 5500 и 5600. Здесь все аналогично. Первый процессор – это 5600G без графики. Снова монолитный кристалл и быстрая работа с ОЗУ, но лишь 16 МБ кэша. У 5600 – чиплетная структура и 32 МБ кэша, но с оперативкой он дружит похуже. Ну и вишенкой – самый свежий народный шестиядерный Ryzen 5 7500F. Частота под 5 ГГц, новая архитектура Zen 4, поддержка высокочастотной DDR5 – перед нами явный победитель. Но насколько он выгоден в перерасчете производительность на рубль с учетом более дорогой платы и памяти? Это посчитаем. Если сложно, поставьте сейчас ролик на паузу. Мы сделали вот такую полную картинку со всеми основными характеристиками испытуемых. Тестировать 6 процессоров будем на самых дешевых брендовых платах, которые только удалось найти. На AM4 это Gigabyte A520S2H. Всего 4 фазы питания на ядра процессора, 2 слота под ОЗУ, минимум портов и никакой металлизации. Зато цена 5000 рублей. На AM5 плата выглядит полностью аналогично, но она на 3000 дороже. Gigabyte A620S2H. Ее делали методом копипаста с 520, просто добавив еще 2 фазы питания и заменив слоты на DDR5. Охлаждение тоже самое простое – башня Gamax AG300 с тремя теплотрубками. Для 4-х ядерника это, конечно, перебор. Посмотрим, сможет ли она охладить достаточно горячие 6-ти ядерники разных поколений. Начнем тестировать с бенчмарка памяти AIDA64. Все райзены на AM4, даже на недорогой плате, смогли взять частоту в 3600 МГц. Так что переплачивать за дорогую мать ради разгона ОЗУ не обязательно. Чиплетные процессоры видно сразу. Из-за всего одного ядерного кристалла у них вдвое падает скорость записи в ОЗУ. У монолитных райзен, полученных из однокристальных APU отключением графики, таких проблем нет. В целом, с памятью на народной частоте в 3600 МГц, Zen 2 и Zen 3 работают практически одинаково. Улучшенный контроллер ОЗУ в Ryzen 5000 только немного снизил задержку доступа. 7500F далеко впереди, даже не на самой быстрой DDR5-6000, но он тоже страдает из-за одного ядерного чиплета. Но как сильно сказывается медленная работа с ОЗУ в рабочих задачах? Начнем с CPU-Z. Это пример эталонной числодробилки. Расчеты идеально параллелятся на любое количество ядер. Они не требуют большого объема кэша, и процессор заранее загружает в него данные из ОЗУ. Поэтому результат как в аптеке. 4-ядерный Ryzen 3 100 в явных аутсайдерах. 6-ядерники на Zen 2 ровно в полтора раза быстрее. Разница между монолитными и чиплетными процессорами на одной архитектуре в рамках погрешности. Ни быстрая ОЗУ, ни объем кэша в таких расчетах совершенно не важны. На первое место выходят частоты и архитектура. И раз все подопытные на AM4 имеют частоту около 4 ГГц, хорошо виден 20% прирост в Zen 3 относительно Zen 2. 7500F ожидаемо впереди на те же 20%. Здесь прирост идет в том числе из-за более высокой частоты в 5 ГГц. В 7-зип ситуация интереснее. Эта утилита для архивации оперирует большим объемом данных, из-за чего размер кэша третьего уровня становится важен. В итоге 4-ядерный Ryzen 3 100 снова как минимум в полтора раза позади всех. И становится видна разница около 70% между монолитными и чиплетными процессорами на одном Zen. Но все равно архитектура выходит на передний план. Более новая Zen 3 позволяет Ryzen 5 500 с 16 МБ кэша третьего уровня вырваться вперед на 12% относительно Ryzen 3 600 с 32 МБ на более старой Zen 2. 7500F снова впереди на 20% спасибо Zen 4 и 5 ГГц. Схожая ситуация и в Premiere. Обработка видео даже при помощи мощной RTX 3080 Ti сильно зависит от объема кэша процессора. В итоге 2-минутный 4К ролик на Ryzen 3 600 рендерился лишь на 4% дольше, чем на Ryzen 5 500. Нехватка 16 МБ кэша практически нивелировала разницу между Zen 2 и 3. А между архитектурно одинаковыми 5 500 и 5 600 разница вообще 11%, сравнимо с приростом на поколение. Стабильные только результаты Ryzen 3 100 и 7500F. Первый минимум на четверть слабее любого шестиядерника, а новинка на AM5 уходит в отрыв на 20-25% относительно всех старичков. Есть и третий тип бенчмарков, в котором важна быстрая работа с ОЗУ. К ним относится у кранчера, вычисляющий миллионы знаков числа ПИ. С одной стороны, эта задача предсказуемая и отлично параллелится, но с другой она крайне требовательна к объему и скорости памяти. Для вычисления 2,5 миллионов разрядов ПИ потребуется аж 10 ГБ ОЗУ. Поэтому неудивительно, что монолитный Ryzen 5 500 с более быстрой памятью в этом бенчмарке обогнал чип летный 5 600 на 5%. Между 3 600 и 4 500 разница меньше около 2%, так что объем кэша для у кранчера тоже важен, но быстрая ОЗУ все равно решает. Это демонстрирует 7500F, который благодаря DDR5 аж на 80% обогнал предшественников. А вот рендеринг картинок, как и CPU-Z, практически никак не откликается на быструю ОЗУ или большой объем кэша. В бенчмарке Cinebench R23 результаты шестиядерников с одной архитектурой отличаются минимально. На первое место снова выходят количество ядер, чистота и версия Зена. Ryzen 3 100 традиционно в аутсайдерах. Его результат на 25% ниже современного народного четырехъядерного Core i3-12100. Ryzen 3 600 и 4 500 ощущают себя куда лучше. До архитектуры Zen 2 далеко не первой свежести, но четырехъядерных Elder Lake шестиядерные старички уверенно обгоняют. Архитектура Zen 3 дает еще около 15% буста. До народного i5-12400 все еще далеко, но вот его ракетный предшественник i5-11400 оказался позади. 7500F здесь аж на 30% впереди, что позволяет ему выступать на уровне восьмиядерных Ryzen 5000. Заодно прогоним получасовой тест Sinebench, который отлично подойдет для тестирования нагрева и потребления. Здесь Ryzen 3 100 единственный раз попал в лидеры, только он укладывается в официальный 65-ваттный теплопакет, потребляя в среднем около 55 ватт. Ryzen 3 600 неприятно удивил. Без лимитов ему нужно аж 90 ватт. Это сравнимо с 7500F. Видимо, нам просто не повезло в кремниевую лотерею, так как остальные шестиядерники на АМ-4 держатся кучкой. Около 70-80 ватт. Но в любом случае, до перегрева далеко, недорогая башня с тремя теплотрубками способна удержать всех подопытных в рамках разумных 80 градусов, чего не скажешь про платы. Им тут пришлось туго, особенно А520. Конечно, ожидать от дешевых материнок низких температур зоны ВРМ не приходится, но 125 градусов в пике – это не просто много, это критично. Причем никакого теплового троттлинга. Видимо, плата хочет побыстрее отмучиться. Реально, в рабочих задачах такая доска может справиться лишь с 4-ядерным Ryzen 3 100. Но даже тут температуры зоны питания доходят до 90 градусов. У А620 ситуация еще хуже. 7500F – это самый простой процессор на АМ-5. И даже с ним нагрев мосфетов доходит до 105 градусов. Получается, такая дешевая плата от Гигабайт вообще не жизнеспособна без андервольтинга или радиаторов, если нужны рабочие задачи. Итоги по ним подведем в конце. Переходим к играм. За два года в России Tecno зарекомендовала себя как производитель хороших, недорогих ноутбуков и смартфонов. Мы уже делали обзор на Tecno Megabook T1, а теперь компания представила новую линейку. Это первый ноутбук серии под именем Megabook K16. Он получил яркий 16-дюймовый Full HD экран с идеальным для работы соотношением сторон 16 к 10. Возможность открыть крышку на 180 градусов, удобную полноразмерную клавиатуру и большой тачпад. Несмотря на металлический корпус, емкий аккумулятор на 70 Вт часов, которого хватит на весь день работы, лэптоп весит всего 1800 грамм. За быструю работу отвечает 10-ядерный i5-1235U. Благодаря наличию энергоэффективных ядер, он показывает высокие результаты в бенчмарках даже при теплопакете всего в 15 Вт, выступая на уровне Core i7 предыдущего поколения. Благодаря мощной системе охлаждения площадью в 90 тысяч квадратных миллиметров, процессор всегда остается холодным, а лэптоп тихим. Встроенная графика Intel Iris Xe с 80 вычислительными блоками легко справляется с популярными играми в Full HD, а 16 ГБ DDR4 хватит для требовательных задач. В отличие от многих других ноутбуков, Megabook K16 позволяет увеличить объем ОЗУ до 64 ГБ. Также внутри есть второй слот для M.2 SSD. Аккумулятор крепится к корпусу при помощи болтов, легко снимается. Также можно без проблем почистить вентилятор. Ноутбук подойдет для проведения конференции благодаря четкой 2-мегапиксельной камере и микрофонам с активным шумоподавлением. А4 динамика мощностью в 2,5 Вт и технологии DTS обеспечивают отличное качество звука для просмотра фильмов. Новый Tecno Megabook K16 уже доступен в сети магазинов электроники DNS и в фирменном магазине Tecno Naozon. Ссылка в описании. Для начала бенчмарк Time Spy, который в том числе умеет измерять производительность процессоров в играх. Результаты интересные. Разработчики 3DMark считают, что кэш и ОЗУ вообще не влияют на игровой процесс, поэтому шестиядерники в рамках одной архитектуры выступили одинаково. Да и в целом разница между Zen 2 и Zen 3 здесь невелика, около 10%. Выделяется опять только Ryzen 3 100 и 7500F, причем последний отрывается от пятитысячной серии на 20%. Но что будет в играх? Чтобы не было упора в видеокарту, мы взяли 3080 Ti. Все-таки Ryzen 7500 очень быстрый процессор. Все игры тестировались в Full HD на максимальных настройках графики для наибольшей нагрузки на CPU. Но при этом карта будет прохлаждаться благодаря апскейлерам в режиме производительность. Первой станет Cyberpunk 2077 с ультра-трассировкой. Это уже заслуженный тяжелый бенчмарк для игровых систем. Четырехъядерный Ryzen 3 100 держится молодцом, но только во встроенном тесте, выдавая в среднем 52 кадра. При реальной езде по городу с перестрелками средний кадр может падать ниже 40. Играть так, конечно, можно, но уже на грани комфорта. По-хорошему, нужно снижать процессорозависимые настройки. У шестиядерных Ryzen 3600 и 4500 на Zen 2 дела обстоят лучше. Они оба способны выводить 60 FPS по тесту, но все же нехватка кэша третьего уровня дает о себе знать. Чиплетная ряженка быстрее на 10%. При езде по городу ситуация аналогична. Если монолитный 4500 может просаживаться ниже 40 кадров, то 3600 с 32 МБ кэша себе такого не позволяет. У Ryzen 5 500 и 5600 схожая картина. Чиплетный процессор на 10% быстрее. К тому же архитектура Zen 3 дает отличный буст, который выливается в 10% прироста по FPS. При езде по городу пятитысячные ряженки ощущают себя абсолютно комфортно. Падения ниже 50 FPS редки, в среднем на счетчике всегда будет за 60 кадров. Но все они меркнут перед свежим Ryzen 5 7500F. Новая архитектура вкупе с частотой под 5 ГГц позволяет ему выдать выше 100 FPS по бенчмарку. Прирост относительно 5600-25%. При езде по городу ситуация аналогична. У шестиядерника на Zen 4 даже просадка 1% FPS low нередко больше, чем средние кадры у предшественников. Идем дальше. На очереди Far Cry 6. Игра сама по себе не особо тяжелая, но имеет особенность, присущую многим проектам из прошлого десятилетия. Есть упор в одно ядро. Теоретически это должно усилить влияние ОЗУ на производительность. Но на практике вновь ключевую роль играет большой кэш третьего уровня. Причем он настолько важен, что четырехъядерный Ryzen 3 100 с 16 МБ оказался на одном уровне с шестиядерным 4500, у которого L3 вдвое меньше. Также упор в один поток показывает ощутимое доминирование Zen 3 над Zen 2. Порядка 15%. По этой же причине неплохой буст дает переход на 5 ГГц. В 7500F быстрее 5600 почти на 20%. Но в целом игра действительно нетребовательная. И получить практически стабильные 60 FPS можно даже на старом четырехъядерном Ryzen 3 100. И под конец порт одних из нас на ПК. Игра крайне требовательная к процессору, поэтому четырехъядерный Ryzen 3 100 практически всегда находится в отсечке при стопроцентной нагрузке. Кадры на нем могут падать ближе к 40. С учетом консольности, конечно, пройти игру можно, но лучше все-таки скрутить пару настроек. Хорошо заметно, что игрушка больше любит ядра, чем кэш, поэтому шестиядерный 4500 минимум на 20% быстрее четырехъядерника, обеспечивая стабильные 60 FPS. Лишние 24 МБ кэша позволяют Ryzen 3 600 отыграть около 10% у монолитного собрата. Ну а более свежие ряженки на Zen 3 уходят в очередной отрыв. Они обгоняют предшественников в среднем на 20%, выдавая под 80 кадров. Лидер, разумеется, Ryzen 7 500F. Он настолько хорош, что практически смог нагрузить 3080 Ti в Full HD, да еще и сделал SS на производительность. Прирост относительно 5600-го почти в полтора раза. 120-130 FPS. Это точно оценят фанаты быстрых мониторов. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Фух, теперь давайте соберем все в кучу и подведем итоги. Начнем с рабочих задач, где понятно то, что ничего не понятно. Точно можно сказать, что четырехъядерникам пора на покой. Большая часть современного софта легко нагрузит работы и пару десятков потоков. Поэтому Ryzen 3 100 отстает от старших собратьев как минимум на 40%. А вот в противостоянии между кэшем и быстрой оперативкой четкого победителя нет. Где-то быстрее чиплетные процессоры, где-то монолитные. В среднем можно сказать, что наибольший вклад все равно дает архитектура. Переход от Zen 2 к Zen 3 может ускорить рабочие задачи вплоть до 20%. Разница в рамках одного Zen у шестиядерников не превышает 5-7%, что близко к погрешности. Разумеется, победителем стал 7500F. Zen 4 и 5 ГГц позволяют ему более чем вдвое обгонять четырехъядерник и на 40-50% доминировать над шестиядерными Ryzen предыдущих поколений. Но так ли свежая ряженка выгодна с учетом цены? За эталон снова возьмем Ryzen 3 100, который можно найти в среднем за 5300 рублей. На его фоне самым выгодным для рабочих задач является Ryzen 5 5500. Он стоит лишь на 1000 рублей дороже, но при этом предлагает производительность на 40% выше. Оба шестиядерника на Zen 2 оказываются менее выгодными. Да, они стоят сравнимо или чуть дешевле, чем 5500. Но из-за более старой архитектуры проигрывают в производительности на рубль, показываясь в среднем лишь на 25% лучше четырехъядерного Ryzen 3 100. А вот 5600 и 7500F в явных аутсайдерах. Первый стоит на 3000 дороже Ryzen 5 500, предлагая лишь на 4% более высокую производительность в рабочих задачах. Поэтому по мощности на рубль он оказывается даже чуть хуже четырехъядерного Ryzen 3 100. У свежего 7500F дела еще печальней. Его можно найти за 13 тысяч. То есть он вдвое дороже Ryzen 5 500, но быстрее лишь на 40%. Как итог, производительность на рубль у свежей ряженки на 13% ниже, чем у старого Ryzen 3 100. А если учесть, что платы на АМ5 стоят дороже, чем на АМ4, да и DDR5 не спешит дешеветь, выгодность процессоров на новом сокете пока под большим вопросом. И последний вывод из рабочих тестов. Самые дешевые платы на А520 оставляют желать лучшего по реализации в РМ. Они не способны тянуть даже шестиядерные CPU. Их реальный предел — четыре ядра. С А620 сложнее. Да, у Gigabyte S2H есть проблемы даже при работе с простым Ryzen 5 7500F. И падать ниже уже некуда. Но в одном из прошлых роликов мы протестировали другую плату на А620 от MSI. И она с хорошим запасом по температуре справилась с шестиядерником. Поэтому при выборе платы нужно в первую очередь искать тесты с измерением нагрева зоны питания. В противном случае можно не просто лишить себя апгрейда, но и получить опасно горячий конфиг прямо из коробки. Переходим к играм. За исключением бенча Time Spike, показывающего погоду на Марсе, во всех играх явно виден перевес в сторону чиплетных ряженых с большим кэшем третьего уровня, прирост от которого временами может сравниться с парой дополнительных кокосов. Монолитные 4500 и 5500 ощущают себя в среднем на 10% хуже более кэшистых собратьев. Но в целом все шестиядерники на Zen 2 и 3 могут обеспечить комфортный геймплей даже в очень тяжелых играх. Ryzen 3 100 выступает где-то на уровне зеонов. Тянет все, даже на ультрах, но уже на грани комфорта. 7500F снова лидер, но отрыв от решений на Zen 3 уже меньше, чем в рабочих задачах. Все-таки игры менее предсказуемы и хуже параллелятся. Однако это единственный процессор в сегодняшнем тесте, с которым действительно можно задуматься о покупке быстрого монитора. Он способен практически везде выдать выше 100 FPS даже на ультраграфике. Но если добавить в уравнение цену, в таком случае ситуация становится похожей на рабочие задачи. Оба шестиядерных Zen 2 лишь на 10% выгоднее своего четырехядерного собрата. Ryzen 5 600 хоть и на 10% быстрее 5500, но разницу в треть цены это компенсировать не может. Так что в перерасчете FPS на рубль, старший камень на Zen 3 оказывается на 12% хуже эталонного 3100. А вот 5500 снова в лидерах. Он на 30% выгоднее четырехядерника. 7500F без сюрпризов. В абсолютных величинах он нереально быстр. Но вот высокая цена все портит. Даже старенький 3100 оказывается выгоднее для игр аж на 26%. В итоге самым выгодным народным процессором на М4 заслуженно является Ryzen 5 500. Да и не только на М4. Мы уже тестировали его вместе с недорогим i3-12100 на LGA 1700 в самых жестких условиях с фоновыми задачами. Ryzen 5 500 тут тоже вышел победителем. Он минимально отстает от старшего собрата в рабочих задачах, а потерю 10% FPS сложно назвать критичной. Особенно если вспомнить про цену 5600 ряженки. Но есть важный нюанс. Так как этот процессор фактически является 5600G с отключенным видеоядром, он унаследовал от него 16 линий PCI-Express 3.0. Да, со старыми или быстрыми картами это не создаст никаких проблем, но вот народные RTX 4060 и 7600 имеют только 8 линий. И переход с PCI-Express 4 на 3 может ощутимо снизить FPS в условиях нехватки видеопамяти, что для 8-гигабайтных карточек не редкость даже в Full HD. В таком случае стоит рассмотреть покупки Ryzen 5 3600. Он стоит в среднем столько же, на 10% медленнее в играх, но зато предлагает полноценные 16 линий PCI-Express 4 и с картой уровня RTX 4060 справиться без проблем. Аутсайдерами стали Ryzen 3 3100 и Ryzen 5 4500. К первому вопрос только один. Почему он стоит 5000 рублей, что лишь на 1000 дешевле куда более быстрых 6-ти ядерников? Единственный плюс этого CPU он холоден и нетребователен. Даже в стоке с ним без проблем справляется самая дешевая доска на А520. Красная цена 3-3500. За такой прайс это будет хороший выбор. Ryzen 5 4500 не сильно лучше. 8 мегабайт кэша третьего уровня вместе с 16 линиями PCI-Express 3.0 выглядят плохой шуткой. Он на 20-25% быстрее 3100 в играх при полуторакратном перевесе по ядрам. При этом с новыми картами разница из-за старой версии шины будет меньше. Адекватная цена за него 4-4500. В таком случае его можно рассматривать как неплохой рабочий камень, где малый объем кэша слабо влияет на производительность. Вы не представляете, как я рад записывать концовку к этому видео. Больше недели тестов, куча аналитики. Давайте подведем итог. Лучшим процессором мы называем Ryzen 5 5500 из бюджетных. Если вы рассматриваете видеокарту с PCI-Express X16. Если что-то из новья, типа 7600 или 4060, присмотритесь к 3600. Он еще неплохо все тянет. Материнские платы. Насчет экономии. Вот эти обе материнские платы от гигабайт ни на что не годятся. Это плохие материнские платы. Вы видели нагрев в зону питания. Это какой-то ужас. В тесте с MSI такого не было. Поэтому привет, гигабайт. Я немножко приболел, поэтому в этом ролике я мелькал не так часто. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и в Телеграм. Там мы ежедневно обсуждаем и комментируем самые интересные IT-новости. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Скоро увидимся. Не болейте. Пока.